Лесновская школа – одна из немногих, которая носит имя Героя России. Виктор Матвеев участвовал в войне в Чечне. В 2001 году был ранен после подрыва бронетранспортера и погиб. Для смерти Виктор Матвеев успел спасти своих подчиненных. Он открыл огонь по боевикам, тем самым прикрыв эвакуацию собственных бойцов. Его именем школу назвали в 2002 году, так как Виктор Матвеев был ее выпускником. Виктор Матвеев ничем не отличался от других учеников. Он был обычный парень, который и уроки выполнял, и где-то бедокурил, активный, жизнерадостный. Ну а тут пришло время подвигу, и он, наверное, внутри себя мобилизовал все то, что было заложено семьей, родителями, школой, и защитил своих товарищей. На торжественной линейке о Викторе Матвееве вспоминают каждый год, ведь 1 сентября он родился. Чтут его память минуты молчания. Еще на втором этаже Герою России отвели целый стенд. Тут показана вся его жизнь. А в школьном музее хранится еще и фотоальбом. Виктора Матвеева я учила. И с такой теплотой и любовью вспоминаю и всегда говорю. Вот он сидел в кабинете номер 34, сидел на среднем ряду и на третьей парте. Он обыкновенный и простой. Надежда Аркадьева работает в школе с момента ее открытия. Последние три года она ответственная за школьный краеведческий музей. Основан он был в 2012 году. Собираем материал постоянно. Занимаемся поисковой работой. Стараемся проводить интересно, доступно. И начинаем проводить экскурсии с первого класса. Большинство предметов старины в музей отдала жительница Леснова. Тут еще есть экспонаты, которые ученики сделали сами. Также несколько экспозиций расположены на этажах. Одна посвящена Виктору Матвееву и его малой родине, поселку Лесной. А другая экспозиция находится на третьем этаже, где рассказывается история создания и становления школы. Как говорит наш директор, мы не можем быть Иванами, не помнящими родства. И, конечно же, мы рассказали о директорах, всех директорах, которые были в этой школе. Мы рассказали о своих выпускниках. Есть у нас фотографии учителей. Отдельно отметить хочется планету детства. Этот стенд с фотографиями жизни школы. Тут есть как современные, так и из архивов. Весь стенд поделен на четыре части. Например, в одном месте про учебную деятельность, а рядом про праздники. Это конкурсы, это КВН, это выпускные вечера, это наши замечательные балы. Поскольку я считаю, что приоритетным направлением нашей школы является гражданско-патриотическое воспитание, мы выделили гражданско-патриотическое воспитание непосредственно в такую отдельную часть, поскольку мы являемся участниками и военно-спортивных игр «Зорница». В школе «Зорница» проходит уже 13 лет. Это еще одна традиция в учреждении. Кроме того, есть еще и «Зорничка» – военно-спортивная игра для начальных классов. Не меньше времени в школе уделяют и профилактической работе. Фотографии об этом тоже можно найти на стенде. Семь лет назад здесь впервые состоялся школьный бал. Теперь его проводят несколько раз в год. Инициатором создания этой традиции в учреждении стала педагог Ольга Щербакова. Продолжает ее дело сейчас ее преемница Татьяна Гаранина. Есть несколько разных балов. Осенью проходит в школьной форме, а весной в платьях и костюмах. Еще в конце года организовывают танцевальный турнир. У меня, как у директора, была всегда мечта. Видите, какой у нас большой и красивый зал. И мне всегда хотелось, чтобы дети входили парами под музыку, в бальных платьях, в красивых мальчиках костюмах, заходили бы в зал и танцевали мазурку, например. И эта мечта исполнилась. 17 декабря двоим ребятам, Милене Вишневецкой и Павлу Кузнецову, предстоит принять участие в международном кадетском бале в Москве. От Лесновской школы туда едут ученики впервые. В 2019 году школа отметила юбилей. Ей исполнилось 50 лет. В 1969-м две небольшие школы в поселке объединили. И так появилось это. Сейчас здесь есть 34 класса и учится 942 человека. За все время своего существования учреждение всегда отличалось сильным и сплоченным педагогическим коллективом. По словам учителей, в школе царит особая атмосфера, дружелюбная и теплая. Многое благодаря нашему директору. Тамара Борисовна тот человек, который смогла создать атмосферу тепла и взаимопонимания. У нас не конфликтный коллектив. В нем легко работать. Но все равно у нас царит в школе взаимопонимание. И это очень главное. Нам комфортно здесь работать. Лично мне очень комфортно здесь работать. И я лично не хотела менять место работы. В коллективе есть немало молодых специалистов. В этом году пришло столько же, сколько и в прошлом. По два учителя. Среди них Татьяна Алексеева. Свою профессию она считает незаурядной. И всегда что-то новое открывает для себя. Первый год, конечно, был очень сложный. Но все получилось. Мне помог педагогический состав. Мне очень опытный наставник, наша завуча Байкова Наталья Евгеньевна. Благодаря ей, наверное, и тоже детишкам. Моим маленьким радостям. Поэтому хорошо. Мне очень нравится работа. Первые же годы работы молодых специалистов директор отправляет участвовать в разных конкурсах. Например, это педагогический дебют. Светлана Евдокимова пришла в школу в этом году. Работает учителем немецкого языка. И уже в первые месяцы приняла участие в педагогическом дебюте. И заняла там первое место. Мне предложили в этом поучаствовать администрацию школы. Конечно, поначалу это тоже было очень волнительно. И я переживала, смогу ли я. Но мне очень хотелось показать все то, чему я научилась. Я думаю, что я смогла это сделать. И очень было приятно, что отметили. Всего ничего, работаешь совсем еще немножечко. Но с таким удовольствием, конечно, я очень рада, что это отметили. Юбилей – это еще и повод поставить перед собой новые цели. У директора Тамары Маховой есть разные мечты. Одна из них – создание школы полного дня. Цель – способствовать развитию детей во второй половине дня. Например, выполнять домашние задания здесь, и чтобы оно носило больше творческий характер. Выполнение его было бы через проектную деятельность, через работу в кружках, чтобы это расширяло границы интеллекта наших детей. Для этого нужны соответствующие кадры, определенное финансирование, хорошая спортивная и научно-исследовательская база и многое другое. Потому что показывают опыт интересных государств, например, таких, как Сингапур. Мы видим, какая там база для научно-исследовательской работы. Как детей, талантливых детей сопровождают, вот, с самых, прям, практически пеленок и сопровождают до уже, вот, зрелости. И это очень важно. У нас очень много талантливых детей. И есть таланты, которые мы увидели, а есть таланты, которые еще не раскрыты. И очень жалко. Может быть, нет возможности у родителей. А школа бы решала эту задачу. Ты помнишь, как учили нас? И как не знал я, где Кавказ, а ты не знал, где Крым. Как я старался подказать, чтобы выручить дружка. Что 5,8 – 45, а что Эльбрус – река. Мы стали взрослыми теперь. Нам детство не вернуть. Нам школа в жизнь открыла дверь и указала путь. Но, провожая в школьной классе при своих детей, мы вспоминаем каждый раз о юности своей, о нашей школе над рекой, о классе в два окна. На свете не было такой хорошей, как она. Мы любим Кавказу!